МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы очень хотим, чтобы наш дом скорее расселили, чтобы мы хоть немножечко пожили, как нормальные люди. Встреча жителей Томилина с главой округа уже принесла первые плоды. Подробнее в нашем сюжете. В текущий период совершено 174 в 19-м году преступления, против 132 в 18-м году и рост составил свыше 31%. Люберецкие прокуроры подвели итоги 2019 года. Самый лучший воспитатель, он должен быть красивый, добрый, всегда помогать. Конкурс «Педагог года-2020» остался позади. Как триумфаторы живут вне сцены, узнавала Дарья Борисова. В момент ЧП мы находимся в состоянии жуткого стресса, шока. Люберецким детям и родителям рассказали, как оказывать первую помощь. А теперь подробнее об этих и других новостях. Проект президентских поправок в Конституцию принят депутатами Госдумы в первом чтении. Внести изменения в основной закон страны Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию. Проект поправок обсудили и в Люберцах. Для этого за круглым столом встретились глава округа, члены общественной и торгово-промышленной палат, депутаты и представители вузов. На мой взгляд, ряд вопросов, которые внесены Владимир Владимирович, они достаточно идут от жизни и в целом повлияют на укрепление государственности в стране. Пересмотреть подход к регулированию величины МРОД – одно из решений, которое президенту подсказали принять российские реалии. Предложенные поправки в Конституцию гарантируют минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Этого у нас в нашей Конституции не было. Это глобальные изменения. В частности, предлагается также дополнить в Конституции пунктом шестым формирование системы пенсионного обеспечения. Это тоже немаловажное изменение. Другие поправки предполагают ужесточение требований к кандидатам на пост президента. А в случае внесения изменений в закон, ими смогут стать граждане, которые никогда не имели иностранного гражданства и постоянно проживают в России не менее 25 лет. Проект поправок участники Круглого стола одобрили и озвучили предложение по его дополнению. Так, представитель торгово-промышленной палаты Подмосковья Константин Куракин предложил исключить из 135-й статьи Конституции ссылку на Конституционное собрание. Коллеги, а теперь вопрос. А что такое Конституционное собрание? В Конституции на этот вопрос ответа нет. И в принципе в законодательстве нет понятия как Конституционное собрание. Но очень странная вещь получается. У нас предусмотрено изменение Конституции в таких основополагающих глав, как основы Конституционного строя, права свободы человека, через орган, которого в принципе не существует в природе. Все предложения участников Круглого стола направят на обработку в Общественную палату Московской области. После их передадут в Общественную палату Российской Федерации. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям. Чтобы послушать руководителя региона, в Доме правительства Московской области собрались представители всех сфер жизнедеятельности Подмосковья. Учителя, врачи, ветераны, активные жители Московского региона. О чем говорил губернатор в своей речи, расскажем прямо сейчас. «Политика – это, как известно, искусство жить вместе. И чуткая власть не про законы и постановления, она про культуру отношений. Умение слушать и слышать друг друга». Ездить по ровным дорогам, лечиться у профессионалов и растить детей в собственном жилье – вот чего хотят жители Подмосковья. Потребности населения задают вектор дальнейшего развития муниципалитетов. Так что прислушиваться к желаниям общественности – одна из главных задач властей. С чуткостью у люберецких чиновников порядок, важный для округа решения, и они принимаются, обща с жителями. «Нужно рассказывать, извиняться за те неудобства, которые происходят во время строительства либо благоустройства, потому что, к сожалению, это естественный процесс. Но основной лекомотив и посыл, что после реализации данных проектов должно становиться лучше и качественнее. У нас сейчас широкое обсуждение реконструкции Октябрьского проспекта. Наши жители это волнуют». Реконструкция Октябрьского проспекта призвана решить масштабную дорожную проблему округа. Строительство эстакады и расширение центральной магистрали города сократит число пробок. Эти меры приблизят люберцы к выполнению цели, поставленной губернатором – повысить удобство и безопасность пассажирских перевозок. «Люберцы соединит с Москвой и дальше с другими городами Московской области. Лёгкое метро или наземное метро, так скажем, эта электричка пройдёт из Раменского через Люберцы и в сторону Москвы. Отервал где-то будет в пределах пяти минут». Новые меры социальной поддержки – тема, которая заставила прильнуть к прямой трансляции обращения молодые семьи. С 2020 года введён материнский капитал на первого ребёнка и увеличены выплаты за рождение второго. Подмосковным семьям, которые родят первенство в этом и последующие годы, помогут с жильём. Для них ставку по ипотеке снизят на 3% при покупке квартиры в новостройках области. «Становится более доступным жильё для молодых семей. И когда у тебя есть уже квартира, у тебя уже смелее какая-то есть база, и можно смело рожать». В Подмосковье продолжают возводить новые школы и детские сады. Не остаётся без внимания и потребность подрастающего поколения в творческом самовыражении. Сегодня в регионе работают 215 школ искусств. Уже в этом году их станет больше. Удовлетворят и желание заниматься физкультурой. Вместе с программой «Городская среда» спорт приходит в каждый двор. «За прошедший год мы провели в рамках общественной палаты несколько мониторингов, касающихся состояния и количества спортивных площадок, размещаемых в дворовых территориях. Городской округ и город Люберцы практически укомплектован. В каждом дворе мы заезжали, была хорошая площадка». Подмосковье продолжит развивать и профессиональный спорт. Чемпионов вырастет в новых фоках. Только за последние семь лет в регионе возведено 137 спортивных комплексов. Работа по их строительству продолжится. Ежегодное послание губернатора обсудили в местном отделении партии «Единая Россия». Опираясь на наказы руководителя региона, участники встречи скорректируют планы своей дальнейшей работы. На заседании они наметили планы дальнейших действий и способы их воплощения в жизнь. Так, особое внимание Андрей Воробьёв обратил на развитие социальной сферы Подмосковья. Одна из задач на сегодня – войти в десятку лучших школ России. Секретарь Люберецкого отделения партии Владимир Ружицкий подчеркнул, что ряд вопросов в образовании Люберецкого округа уже решен. Власти продолжат исправлять проблемные зоны. То же касается и здравоохранения. Это и строительство поликлиники в Октябрьском, между Октябрьском и Островцами. Мы обеспечим жителей поселка Октябрьской медицинскими услугами. У нас в планах строительство поликлиники в самолёте, на птицах Владимиром и Мирной. И корпус, большой корпус на шоссе, от койко-мест, хирургический. Это в нашей, как мы принято называемой, ЦРБ-2. Также единороссы обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры округа. Это расширение Октябрьского проспекта, строительство Зенинского шоссе и трассы Урал-5. А также рассмотрели вопросы благоустройства Малаховского озера и парка Лапса. Одна из главных тем, которая волнует каждого люберчанина – реконструкция Октябрьского проспекта. По этому вопросу глава округа Владимир Ружицкий провёл встречу с жителями. На вопросы горожан отвечали представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, дирекция дорожного строительства, подрядчик и проектировщик. Обычная ситуация на Октябрьском проспекте. Ближе к вечеру в сторону области – большие пробки. Такие же затруднения утром по пути на работу. Постоянные заторы на главном Люберецком проспекте автовладельцев не удивляют. Ну, стоим здесь вообще часами. Это ещё час опекания. Сейчас будет через час, что здесь творится. Мы здесь стоим по два часа. Просто, пожалуйста, уже пора что-то придумать. Чем быстрее, тем лучше. Вообще езжу каждый божий день, здесь постоянно пробки. Вообще ужасно. Хочется машину поставить и пешком пойти. Нужно расширять, делать больше полос и объездную какую-то эстакаду, потому что невозможно вообще ездить. Но не все жители домов, расположенных вдоль Октябрьского проспекта, с этим согласны. Одних пугает шум от строительных работ, другие беспокоятся о чистоте воздуха. Скажите, пожалуйста, в какое время утром будут начинать и вечером заканчивать строительные работы? Каким образом, чем будет дышать наш город? Строительные работы будут проводить только в разрешённые часы в соответствии с законом о тишине. Вдоль обновлённой дороги установят шумозащитные экраны. Реконструкция проспекта увеличит скорость транзитного транспорта. А значит, вредных выбросов в атмосферу станет меньше. Контролировать исполнение каждого этапа реконструкции будут не только эксперты, но и сами жители. Кто желает войти в состав рабочей группы, мы возьмём проектанты, специалисты и жители. И по каждому вопросу, который здесь поднимался, рабочая группа отработает. По каждому вопросу, по каждому метру вдоль Октябрьского проспекта. Главная задача – избавить Октябрьский проспект от пробок и обеспечить по нему бесперебойное движение. Для этого количество полос увеличат с 4 до 8, а также построят эстакаду с шумозащитными экранами. Мы рассчитываем, что буквально в февраль-март мы уже приступим к выносу коммуникаций. То есть этапность будет следующая. Мы будем сначала выносить коммуникации, готовить территорию, дальнейшее строительство местных проездов и строительство эстакады. Это наш план на этот год – начало строительства эстакады. Во время расширения дороги движения по магистрали перекрывать не будут. В период работ по строительству эстакады построят проезды-дублёры для объезда. Масштабная работа не затронет исторические памятники и жилые дома. Ожидается, что реконструкция главной транспортной артерии Люберец финиширует в 2025 году. Застройка микрорайона «Птицы фабрика» волнует жителей. Сотрудники администрации и компании застройщика вошли в специально созданную рабочую группу. Она встретилась с томилинцами, чтобы отчитаться в проделанной работе и зафиксировать все пожелания переселенцев. Стоит только вот эти стены тронуть, так оттуда сразу, даже не говоря уже про то, что сверлить её, даже если просто забить обычный гвоздь, то там сыпется цемент и песок и получаются огромные дыры. Осыпающиеся стены и потолок, плесень, сырость, гнилые перекрытия и лопнувшее терпение жителей. Все 25 лет Ларисе Вильгемовне приходится ремонтировать квартиру ежегодно. Десятому дому микрорайона «Птицы фабрика» без малого 90 лет. Такие меры на здание уже не действуют. Мы очень хотим, чтобы наш дом скорее расселили, чтобы мы хоть немножечко пожили, как нормальные люди, чтобы наши дети не позорились, потому что им даже стыдно друзей пригласить в такой дом, чтобы здесь был красивый, благоустроенный микрорайон. Как только стало известно, что микрорайон «Птицы фабрика» ждет второе дыхание, у тамиленцев возникло немало вопросов. Чтобы дать на них ответы и рассказать, какие шаги предпринимаются для расселения ветхих и аварийных домов, глава округа провел встречу с населением. Есть территории, где требуется снос. Мы за эти годы целый ряд вопросов решили. И тем не менее, как-то скажу, эти вопросы всегда решаются непросто. Начиная от того, кто-то проживает в жилом доме двух-трехэтажном, те хотят выехать. Те, кто, скажем, где-то рядом проживает, их не всегда это устраивает. Мы всегда ищем какую-то золотую середину. Также на встрече жители «Птицы фабрики» обсудили вопросы, которые возникли с самого начала застройки микрорайона. Уже через неделю представители администрации и компаний-застройщиков встретились с тамиленцами снова. Инициативная группа жителей принимала выполненные по их просьбам работы. Так, на территории школы организован второй дополнительный вход. К калитке проложена пешеходная дорожка с освещением. Установили калитку, поставили домофон, обеспечили все необходимыми средствами безопасности, которые требуются. И, собственно говоря, дорожку эту довели непосредственно до здания школы. По строительному забору мы установили козырек безопасности, для того, чтобы избежать каких-то возможных негативных последствий. Также вблизи учреждения организовали парковку для родителей и школьников. Без внимания не оставили претензию о плохом обзоре. Для водителей при выйде на Рязанское шоссе. Теперь там стоит светопрозрачный забор. Для пешеходов вдоль дороги делают тротуар, который будет заслонен от проезжей части. Всего этого удалось достигнуть благодаря тесной связи жителей с представителями компании-застройщика. Создались парковочные места, где можно теперь проехать, пройти по тропинкам, все расчистили, все стало чисто и аккуратно. И это все быстро урегулировали, все убрали, все расположили и оградили. Все хорошо стало. Одна из приоритетных задач застройщика на сегодня – информирование жителей о проводимых работах. Уже на этой неделе, 30 января, в микрорайоне откроют офис. Сотрудники компании ответят жителям на все вопросы, по которым еще не достигнуто понимания. Офис будет работать по четвергам и пятницам с 10 до 13 часов. Адрес – микрорайон птицефабрика, дом 4, дробь 1. Анна Троян, Сергей Гвозьев, телеканал ЛРТ. Еще один социально важный объект появился в микрорайоне «Самолет». В доме номер 6 в Некрасовском проезде открылся многофункциональный центр. Он стал девятым в городском округе. Наша съемочная группа посетила новый МФЦ в первые часы его работы. Добро пожаловать в новый функциональный центр. Как только двери нового МФЦ распахнулись, туда пришли первые посетители. Офиса, где можно получить все важные документы, жители микрорайона «Самолет» ждали с нетерпением. Теперь в шаговой доступности они могут получить более 300 государственных и муниципальных услуг. Данный офис открывается в особом формате, потому что это цифровой МФЦ. Мы идем в ногу со временем. И в этом отделе у нас будет 4 окна для универсальных специалистов. То есть мы будем оказывать 344 услуги на сегодняшний день. Также в новом МФЦ есть зоны самообслуживания. Для тех, кто умеет пользоваться интернет-порталом самостоятельно, доступно 5 компьютеров. Воспользоваться услугами многофункционального центра могут жители всего микрорайона. На сегодняшний день это порядка 15 тысяч человек. Луиза Игязырян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Более 3,5 тысяч преступлений совершено на территории обслуживания Люберецкой полиции в 2019 году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ведомства Евгений Романцев. По его словам, стражам порядка удалось раскрыть более 2200 преступлений. Основная нагрузка регла на криминальную полицию. Это связано с постоянным приростом населения, наличием крупных торговых центров и станций метро. Район наш один из самых сложных, наверное, в Московской области. У нас совершено 24 убийства. Рост по сравнению даже с 2018 годом идет на 2 убийства. Также совершено, можно сказать, тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. 8 преступлений, но здесь чуть профилактировали. Было 16. Отдельный начальник Люберецкой полиции остановился на теме мошенничества. В прошлом году по этой статье совершено 174 преступления. Самые распространенные схемы обмана – оформление кредитов по поддельным документам и хищение средств с банковских карт. Почти 2000 нарушений федерального законодательства выявила Люберецкая городская прокуратура. По ним направлено почти 400 исков на сумму более 45 миллионов рублей. В ведомстве подвели итоги 2019 года. О результатах проделанной работы в сюжете Анны Троян. Вопросы экологии, защиты социальных прав граждан, защиты интересов матерей, детей, защиты государственной собственности. Спектр основных направлений работы Люберецких прокуроров в 2019-м был широким. Рост преступности составил 7%. Всего на территории обслуживания ведомства зарегистрировано более 3,5 тысяч дел. Наравне с убийствами, изнасилованиями и тяжкими преступлениями увеличилось количество интернет-мошенничеств и мошенничеств, совершенных между членами семьи. В текущий период совершено 174 в 2019 году преступления против 132 в 2018 году и рост состоял свыше 31%. Большую озабоченность вызывает рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, особенно со сбытом наркотических средств. Таких преступлений у нас зарегистрировано 651. Опираясь на опыт прошлого года, особое внимание в работе прокуроры обратят на сферу долевого строительства, противодействию налоговым преступлениям и правонарушениям, связанным с нанесением ущерба, причиненного государству. В 2019 году более 170 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение федерального законодательства. Вот данные показатели свидетельствуют о том, что все равно городской прокуратурой из года в год количество выявленных нарушений продолжает расти, что свидетельствует о том, что как юридическими лицами, органами местного управления нарушения все-таки допускаются. В 2020 году работу горпрокуроров скорректируют с учетом обращения президента к федеральному собранию. Сконцентрируются прежде всего на решении социальных вопросов граждан, защите интересов несовершеннолетних, а также на борьбе с наркопреступностью и экономическими преступлениями. 27 января день воинской славы России. День полного снятия фашистской блокады Ленинграда. 872 дня голода и холода остались позади, но в сердцах жителей города-героя они остались навсегда. Наша съемочная группа побывала в гостях у супругов Лен Грен. Они видели блокаду своими детскими глазами и рассказали все, что отложилось в памяти. В окно глядели, а у нас напротив была булочная. В эту булочную всегда стояла очередь, потому что хлеб привозили, хоть эти 125 грамм, там маленький брусочек, но все равно его же надо было получить. И вот эта булочная была, конечно, для нас раем обетованным. Тогда и не Яковлевне было всего пять лет. В конце апреля 42-го года ее, как и многих других ленинградцев, спасла дорога жизни. Вместе с мамой, братом и двумя сестрами она уехала к бабушке в Вологодскую область. Все, что запомнилось во время переезда – страх упасть в озеро. Когда я утром следующего дня увидела, что бабушка чистит картошку, отварила картошку в печке, сварила и чистит картошку, я подбежала и начала есть эти очистки. Как же так, как же можно выбрасывать очистки картофельные? Вот бабушка заплакала, я помню. И мне, матушка, возьми картошку, ешь, милая, картошку. Вот такой вот эпизод был. Вот такие были мы блокадные дети. А Евгению Борисовичу покинуть Ленинград так и не удалось. Две попытки эвакуации не увенчались успехом. Все 872 дня он вместе с мамой и братом находился в блокадном городе. Сделали печку, буржуйку маленькую. Надо было топить. Так вот мы с братом в эти разбитые дома лазили, щепки собирали. Ну, собирались тоже часов в 6 утра и шли в школу. Не потому, чтобы учиться, а там хоть топили немножко в школе. Там было тепло более. Ну, не то, чтобы было. Ну, теплее, чем дома. Теплее, чем дома. Вот только из-за этого ходили в школу. Для этой супружеской пары Ленинград – особенный город. Там прошли и самые тяжелые, и самые счастливые моменты. В нынешний Санкт-Петербург они ездят каждый год, чтобы почтить память погибших в страшные времена земляков и посетить ту самую булочную, на которую в том далеком тяжелом детстве выходили окна. Луизия Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В Люберцах отметили 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. У мемориала «Вечный огонь» состоялся митинг. Также округ присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб». Это сложно представить, но в годы блокады на одного человека выдавался вот такой кусочек хлеба – ровно 125 граммов. Маленький брусочек делили на завтрак, обед и ужин. Но эти крупицы спасали жизнь. Помню заклеенные окна. И, честно говоря, даже не было ни абажора, ничего, ни люстры никакой. Лампочка была просто на потолке. И как бегали бомбы бежищи, помню. Ежегодно в день снятия блокады Ленинграда у мемориального комплекса «Вечный огонь» проходит митинг. Жители округа не только чтят память погибших, но и выражают слова благодарности тем, кто выжил. «Есть страницы в истории России, ее тысячелетней истории, страницы, которыми мы гордимся, которые мы помним. И вот одна из страниц – это блокадный Ленинград. Здесь вот стоят молодые, юные ребята, которые все это знают только по книжкам и из рассказов очевидцев». Сегодня в городском округе Люберцы проживает 50 блокадников. Они как напоминание о том страшном времени, где не было детства и спокойной, сытой жизни. «Издано в Московской области 30 книжек, которые рассказывают о судьбе блокадников, о случаях, которые происходили в нашей истории». 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда посвятили еще одну патриотическую акцию – второй Пискаревский международный зимний полумарафон. После того, как глава округа Владимир Ужицкий дал официальный старт, десятки жителей городского округа взяли в руки палки для скандинавской ходьбы и направились к стадиону торпеда. «Очень трогательно, очень почетно, можно сказать. Проплакались. Мы, люди, конечно, этого не пережили, но знаем, как наши родители все это пережили». Со сцены к классной доске. Для победительниц конкурса «Педагог года-2020» соревновательный марафон сменился на марафон воспитательный. Напомним, лидерами в сфере образования названы учитель английского языка Екатерина Тюняева и воспитатель Елена Осипова. Наша съемочная группа напросилась к ним на занятия, чтобы увидеть будни педагогов года за кулисами конкурса. «Самый лучший воспитатель, он должен быть красивый, добрый, всегда помогать. Он может научить, читать книжки. С ним можно петушка из генера сребить. Самый лучший воспитатель – это Елена Вячеславовна». По версии воспитанников детского сада «Светофорик», Елена Осипова – лучший педагог на все времена. С малышами солидарно жюри конкурса «Педагог года» с одной поправкой. Звание передовика дошкольного образования ей присвоено ровно на год. В номинации «Воспитатель года» победителем становится Осипова Елена Вячеславовна. Среди учебных пособий и детских книжек на стеллажах в группе Елены Осиповой поселился фарфоровый пеликан – символ конкурса «Педагог года». В руках воспитателя и малышей другая птица. В 30 рук они лепят народную игрушку – глиняного петуха. На творческих занятиях Елена Осипова развивает не только мелкую моторику воспитанников. Лепка проходит под аккомпанемент рассказов о народном творчестве наших предков. Так педагог прививает малышам интерес к истории. «Современные дети, может быть, и продвинутее, чем их сверстники 10-15 лет назад, но они совсем не знают истории. Какие цели я перед собой ставлю? Ну, наверное, вот цели, чтобы наши дети все-таки не забывали наше прошлое. Фоляризировать нужно, приобщать детей к народному творчеству. А через что мы можем приобщить? Только через игру, через игрушки, что им интересно в этом возрасте». Для этих малышей курс молодого знатока русского народного творчества скоро завершится. В сентябре Елена Осипова передаст своих воспитанников в руки учителей. На школьном пороге жадных дознаний детей встретит Екатерина Тюняева. С этим педагогом поколение Next учит свои первые английские слова. «В сентябре Селли идет в школу». «В сентябре Селли идет в школу». Английский язык по зубам каждому, уверена Екатерина Тюняева. О успехе в этой гуманитарной дисциплине – вопрос желания. Сделать так, чтобы самому заядлому технарю захотелось вызубрить язык от A до Z, задача с выполнением которой у педагога – no problem. «Дети улыбаются, когда я прихожу на урок. Мы играем, очень часто играем, особенно с маленькими, со вторым классом, с третьим классом. То есть я им даю установку, я говорю, сегодня вы переводчики. И они уже сразу же начинают думать, как думают, в принципе, англичане. И это мне нравится». Стать победителем конкурса «Педагог года» – установка, которую школьники дали Екатерине Тюняевой. Наедине с этой миссией учителя не оставили. В финале хором спели о тонкостях изучения английского языка. У нас даже сейчас такой сложился наш стиль, стиль гимназии. Вот как они выступали в белых рубашках, красные подтяжки, красные носки. Мы теперь так ходим в школу. Этот стиль стал образом победителя. Екатерина Тюняева названа лидером в номинации «Учитель года». Вместе с Еленой Осиповой она представит округ на областном конкурсе «Педагог года Подмосковья». Так что впереди у конкурсантов новый соревновательный виток. Люберецкие педагоги готовятся в паузах между занятиями и обещают – будем побеждать. Дарья Борисова, Алексей Андреев и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Воспитанники гимназии номер 16 «Интерес» приняли участие в викторине «Мы грамотеи». В знаниях русского языка они опередили школьников из Балашихи. С победоносной командой и педагогами встретилась наш корреспондент. Они разного возраста и из разных классов, но тяга к новым знаниям и стремлении совершенствоваться собрали их в одну команду. Задача у ребят непростая – защитить честь родной гимназии и городского округа в телевизионной викторине по русскому языку. Поэтому после уроков они не спешат расходиться по домам, а снова садятся за парты и готовятся к интеллектуальному бою. Ликуйте люди, либо любуйтесь любознательными, любомудренными, лицеприятными либерчанами. Чуть больше месяца репетиций, постоянных мозговых штурмов – и вот они уже на большом экране. Самопрезентация, состоящая из слов на одну и ту же букву, отточена до идеала. Ликуйте люди, либо любуйтесь любознательными, любомудренными, лицеприятными либерчанами. Любопытные, любезные, лучшие лишены лукавства, ленности, лицемерия. Лишаем лоска лоботрясов, любимчиков, гунов. Любимый лозунг – ликвидировать лодерничество, уживость, стивость. Лицезреем любую литературу. Любимые легендарные личности – Лермонтов, Ломоносов, Левитан. Любим лидера, легенду либерчан – Любе. Автор этих строк – Алика Строганова. Ученица седьмого класса славится выразительным чтением стихов. Составить тексты слов на букву «Л» помогли словари и, конечно, друзья по команде. Нам понравилась буква «Л», потому что мы живем в городе Люберцы, который начинается с буквы «Л». Если мы любознательные, значит, мы любим легендарных личностей. Решила покопаться в энциклопедиях легендарных личностей, потом все соединила в связанный текст. Капитан команды Зуфарбек Закиров учится в девятом классе. Один из любимых предметов – русский язык. На предложение поучаствовать в программе «Мы грамотеи» согласился, не раздумывая. Я об этом проекте узнал довольно давно, в классе в седьмом. И очень часто смотрел программы, потому что они очень увлекательные и интересные. Перед началом записи было, конечно, страшно. Очень страшно, потому что ранее я в таких программах не участвовал. И была, конечно, боязнь камеры, боязнь, так скажем, сцены. А третья участница команды Анна Карнаух – уже опытный телеигрок. В программе «Мы грамотеи» она участвует во второй раз. Два года назад встреча с соперниками закончилась в ничью. Сейчас, накануне выпускного, школьница довела дело до конца. Завоевала для любимой гимназии победу. Для меня это символично, потому что, во-первых, это 20-й год, десятилетие новое. Я оставляю за собой две награды, которые уже там стоят. И также я выпускница 20-го года. Ну, это довольно красиво звучит. Немаленькую роль в этой победе сыграли учителя. Они готовились к программе не меньше самих участников. Ежедневно, до, во время и после уроков повторялись с ребятами пройденные темы. Настолько они меня просто ошеломили. Они были такие спокойные. Мы за кадром нервничали у этих телевизоров. А они спокойные, рассудительные. Ну, потому что талантливые дети. Поэтому очень все у них получилось хорошо. Кастинги, репетиции и съемки остались позади. Сейчас у ребят обычные учебные будни. Но в отличие от остальных школьников, они могут с уверенностью заявить «Мы громадеи». Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Школа первой помощи детям. Обучающая программа под таким названием прошла в торговом центре выходной. Родителям и педагогам предстояла непростая задача. Не только запомнить, как спасти человека в чрезвычайной ситуации, но и отработать полученные навыки. Нам нужно обязательно смотреть, чтобы грудная клетка возвращалась в свое положение. Многие ситуации не ждут приезда скорой. Первая помощь на то и первая. Базовый минимум может спасти жизнь человеку. Как помочь пострадавшему при остановке сердца и что делать, если ребенок начал задыхаться. Участников школы первой помощи детям обучили поведению в чрезвычайных ситуациях. Бабушка, мама и педагог в одном лице Евгения Суханова. Не понаслышке знает, почему эти навыки могут помочь в дальнейшем. «Приходилось мне, и я не знала, что делать. Я только знала, что язык должен был запасть. И вот это я за языком, что я знала перевернуть, чтобы рвотной массы не было. Но слава богу, что попался, это был ребенок, ему 11 лет было, и попался знающий мужчина, который полностью оказал помощь. Для меня эта тема очень актуальна, потому что маленькие дети – это травмы постоянные». Четыре часа аттестованные инструкторы-спасатели показывали, как правильно оказывать первую помощь. На тренажерах-манекенах участники занятия смогли и сами отработать навыки. В этом, по словам специалистов, и есть секрет успеха. «В момент ЧП мы находимся в состоянии жуткого стресса, шока. Особенно, когда мы видим, что что-то с нашим ребенком случилось. А за счет того, что мы на наших практических занятиях учимся вырабатывать практические навыки, развивать так называемую мышечную память. В момент ЧП наши руки способны повторить вот этот самый необходимый алгоритм действий, пока наш мозг мобилизуется». Избежать и снизить количество несчастных случаев – такой целью задалась школа первой помощи детям. Обеспокоенных этой темой оказалось много. И если кто-то пришел получать знания целенаправленно, то некоторые, придя на шопинг, на время отложили покупки и решили просветиться. «У меня малыш, ему 9 месяцев. Очень часто мы с ним находимся дома один на один. Поэтому, если что-то случится, не дай бог, конечно, подавится, упадет, обожгется. Ну, много чего может случиться. Кроме меня помощь оказать будет некому. Поэтому мы решили прийти и послушать курс. Очень полезно». Перечень навыков, которые необходимо освоить каждому, большой. Именно поэтому бесплатные занятия в Люберце еще вернутся. Теперь торговый центр – это не только развлечение. Выходной взял на себя и социально значимые проекты. Ярко, шумно на молодежной волне. В округе отметили День российского студенчества. Люберецкие учащиеся вузов и СУЗов отпраздновали его во Дворце культуры. Зажигательные танцы, улыбки и неповторимое чувство, что сессия позади. Отбросив зачетки в сторону свой профессиональный праздник, Люберецкие студенты отмечали с размахом. Самые активные – молодая гвардия и молодежный парламент устроили яркий флешмоб. От плясок не удержались и представители власти. Первокурсница Московского педагогического университета Анна Мерлина студенчество проживает в лучших традициях. Не спит и не ест, только учится и участвует в общественной деятельности, как вуза, так и города Люберцы. Я успеваю совмещать все это. Это совершенно не школа. Вначале мне было трудно, я не могла привыкнуть к этому ритму. Люди, с которыми я познакомилась, моя группа, они просто шикарные. И я думаю, что благодаря им я влилась в этот процесс более, не знаю, мягко. Шесть средних и высших учебных заведений и семь тысяч студентов насчитывает городской округ. На праздничном концерте всех виновников торжества поздравили областные и местные депутаты, а также глава Люберец Владимир Ужицкий. Я рад всех вас видеть сегодня, потому что самые красивые годы это студенческие, самые веселые годы студенческие. Я вам скажу, все, что закладывается в студенчестве, вы потом будете это все вспоминать, оно проносится через всю жизнь. В День студенчества отмечают еще и православный праздник – День мученицы Татьяны. Без поздравлений не остались и те студентки, кто носит это имя. Подарок сделали и главе Люберец. Теперь он официально дипломированный зачетный глава. А еще на торжестве впервые прозвучал гимн Люберецкого студенчества. Все причастные к двойному празднику смогли проявить свои творческие способности на концерте. На сцене в этот день только талантливые студенты. Каждое учреждение представило свою творческую команду. И как в такой день без угощений? Гости полакомились сладостями и горячим глинтвейном. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в соцсетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова